Спонсор видео магазин zakazaka.com Сногсшибательные скидки, мега-раздачи и крутой конкурс, где можно выиграть GTA 5, DayZ, Battlefield Hardline и другие классные игры. И всё это на ZAKA ZAKA. Ссылки в описании. Всем привет, с вами Максим, и это канал Хороший Выбор. Я знаю, вы уже заждались третьей части про тестирование Windows-планшета. Но я обещал, что перед тем, как я приступлю к третьей части, я расскажу про один интересный и полезный с моей точки зрения гаджет. Этот выпуск будет именно о нём. И это Behringer Xenix 302 USB. Очень компактный микшерный пульт. Ну, пока большинство зрителей в шоке и кто-то уже побежал отписываться, пока вот не добежали, не дотянулись до ненужных кнопок, я постараюсь рассказать преимущества вот этой штуки, зачем я её вообще купил, для чего и кому она может быть полезна. Помимо компактности, у него есть ещё одно очень интересное и, по сути, неоспоримое преимущество. Сзади у него, как видите, всего один разъём. Это квадратненький USB. Такой встречается в большинстве принтеров, например. И нету входа для питания, как видите. То есть, этот пульт одновременно может быть и пультом, и USB-звуковой картой. И помимо этого, ему не нужно дополнительное питание. Всё необходимое он получает по тому же USB-проводу. То есть, я этот пульт могу подключить к планшету, планшет к пауэрбанку и получу очень автономную и очень мобильную вещательную или звукозаписывающую станцию. Кроме подкастов и мобильных трансляций, здесь ещё скрыт огромный потенциал. Во-первых, я могу записывать звук параллельно на три устройства. Конечно, на практике сразу в три записывать смысла нет, но... Смотрите, можно записывать через USB в ноутбук, в планшет, в компьютер. Плюс есть выход для наушников и плюс есть выход, который называется Main Mix. Ну, то есть, основной выход, помимо наушников. Что это даёт? Например, в моём случае, вот мой микрофон сейчас подключен напрямую в камеру. Сейчас совсем напрямую, но бывает, я пользуюсь удлинителем. И перед записью выпуска я, естественно, проверяю, всё ли в порядке со звуком. Но есть одна небольшая проблема. В чём заключается эта проверка? Я включаю режим отображения всей информации на экране камеры. Говорю там раз-два-три, раз-два-три. И на экране бегают зелёные полосочки, которые вроде мне как сообщают, что звук в камеру заходит. Но они мне ничего совершенно не говорят о качестве звука. Потому что, например, может что-то случиться вот возле самого микрофона, где-то может контакт теряться. Или в одном из выпусков, или даже в нескольких был какой-то жуткий перегруз от того, что микрофон задевал шею, что ли, и там какие-то вибрации на него передавались. Всем привет, с вами Максим, и это канал Хороший Выбор. Сегодня я в своей летсплейной футболке. А что это значит? Да пока ничего конкретного. Сегодня обзор двух беспроводных влагозащищённых блютуз-колонок. Или удлинитель может в середине выпуска подвести, и тоже там потеряться контакт. Может быть всё что угодно. И я об этом не узнаю до тех пор, пока уже не посмотрю отснятый материал. Иногда это бывает очень критично. Несколько выпусков у меня реально пропали за проблем со звуком. Потому что после записи я обнаружил, что или в середине звук пропал, или он был с жуткими помехами. В данном случае я могу подключить этот микрофон в камеру. И у меня есть, ну если мне не нужно пользоваться USB-выходом. Ну кстати, USB-выход в данном случае можно использовать просто для питания. И воткнуть этот пульт в розетку или в пауэрбанк. То есть не обязательно его подключать к компьютеру. Он и без этого будет полноценно функционировать. Итак, я подключаю этот пульт к какому-нибудь источнику питания по USB. К компьютеру, к розетке, к пауэрбанку. Вставляю в него микрофон. И у меня есть два выхода. В один я вставляю наушники. Или в данном случае у меня есть мой великолепный ассистент Оскар. Которого когда-нибудь в скором времени, я надеюсь, что вы увидите. В каком-нибудь там подкасте, стриме или выпуске. Ну посмотрим. В общем, я вставляю в один из разъемов наушники. Даю их Оскару или сам просто проверяю. А из второго пускаю звук в камеру. Таким образом я в реальном времени могу слышать, что будет записывать камера. И просто с этого же пульта подстроить. Прибавить громкость, убавить. И тут даже есть какое-то подобие эквалайзера. То есть добавить чуть больше низких или высоких частот. Ну, как видите, эквалайзер крохотный. Но это, как вы понимаете, издержки и плата за компактность. Дальше. Помимо параллельной записи или записи и мониторинга, в этот пульт можно воткнуть совершенно любой микрофон. То есть вот от такой петлички, которая вообще предназначена для компьютеров, до вокальных или студийных микрофонов, о которых, кстати, я тоже как-нибудь сделал отдельный выпуск, чем они отличаются и что дают. И помимо того, что туда можно воткнуть любой микрофон, туда их можно воткнуть несколько. Да, понадобятся переходники, но это возможно. Для чего это может быть нужно? Во-первых, можно воткнуть совершенно обычный микрофон, который нужно держать в руках. И это может быть очень полезно, если мы поедем снимать какую-то выставку или презентацию, и нужно будет у кого-то брать интервью. Ну и вот эту петличку в руках держать нереально, будет очень много, я думаю, вы слышите, что сейчас происходит, вот очень много таких шумов записываться. Ну и брать интервью с петлички, сами понимаете, извращение. Либо вот так ее очень аккуратно пальчиками держать, либо прямо подходить к человеку, у которого берешь интервью, ужас. Берем предназначенный для этого микрофон, вставляем в пульт, дальше пульт в камеру или в планшет, или и в камеру, и в планшет. Берем интервью, записываем, радуемся. И мы радуемся, и зрители радуются, все счастливы. Либо можно воткнуть несколько таких микрофонов, либо несколько петличек. Если мы с кем-то записываем совместный выпуск, с тем же Оскаром, или, не знаю, с Игорем Морозовым, или с Максом, с Stupid Mad World, или с любым другим человеком, мы кооперируемся, не знаю, сидим на одном диване и какие-то обсуждаем новости. Ну, неважно, записываем совместный выпуск, предположим. Ну да, можно все это в один микрофон записывать, поставить какой-нибудь чувствительный микрофон, который будет все наши голоса захватывать, либо повесить каждому петличку. И все это отрегулировать, чтобы звук был у всех одинаково хороший, на одинаковой громкости, и записать все так же в одну камеру, либо и в камеру, и в планшет параллельно. Либо вообще все это в эфир пустить, то есть звук с трех разных микрофонов в одну трансляцию через один пульт. Есть, конечно, наиболее экзотические варианты его применения, которые, скорее всего, мне не понадобятся, но, предположим, если вы музыкант и ведете какие-то музыкальные уроки на ютубе или на своем сайте, и вам нужно помимо того, что говорить, еще что-то наигрывать, там, на гитаре или на синтезаторе, например, можно сюда включить все тот же микрофон, и, в принципе, два еще любых инструмента сюда влезут. И это, опять-таки, записывать в одну камеру или пускать в прямой эфир, если вы, не знаю, устраиваете какую-то прямую трансляцию с подписчиками, вам хочется что-то наиграть, предположим, или показать вообще без проблем. Подключаете, и звук с инструмента очень качественный, очень чисто идет в запись. И да, не обязательно записывать камеру, можно пользоваться также внешним рекордером, например. В общем, выход, он универсальный. Ну, еще это, конечно, незаменимый помощник в стримах, потому что, чтобы изменить звук, если в чате пишут «Макс, тебя плохо слышно» или «Ой, слишком громкий звук из игры, мне не нужно прерваться, что-то сворачивать, лезть в какие-то настройки», я просто поворачиваю крутилку, звук убавляется, или, наоборот, прибавляю. Если хочу сакцентировать ваше внимание, вот послушайте, как здесь хорошо проработали звук, или вот там как шаги слышны, или какая здесь музыка на фоне, но неважно. Я могу просто повернуть крутилку, дать вам насладиться несколько секунд, и потом вернуть звук на прежний уровень. Или, наоборот, если вдруг что-то неожиданно громкое, какой-то взрыв, или начинается какая-то кат-сцена, в которой звук громче, чем в игре, я могу просто убавить и тем самым сохранить ваши уши. Или, наоборот, если меня плохо слышно, тоже не нужно ничего сворачивать, закрывать, просто поворачиваю другую крутилку, и меня слышно уже лучше. Все под руками, очень удобно и ничего не отвлекает. Ну и давайте о минусах, которые здесь все-таки есть. Хотя, в основном, они связаны просто с компактностью. Это, скорее, не минусы, а особенности. Но обо всем еще раз по порядку. Во-первых, эквалайзер. Здесь, как я сказал, его практически нет. И, может быть, на первый взгляд здесь кажется, что есть же вроде три ползунка, которыми можно регулировать. Но если вы посмотрите ближе, то это низкие частоты, высокие частоты и панорама. То есть здесь нет средних, и, в общем-то, этот эквалайзер вроде называется британским. В принципе, хорошо, что есть, но каких-то особых чудес им, конечно, не сделать. Вход, который называется two-track или second-track, у него нет вообще никаких регуляторов, и подразумевается, что вы в него будете подключать какое-то устройство, которое имеет свою настройку регулировки. Потому что этот пульт можно использовать, скажем, и для вечеринок, подключить к нему колонки, микрофон, чтобы там что-то поздравлять, передавать кому-то слово, например. Ну, а с плеера или с ноутбука пускать уже сюда музыку, как вариант. Но это, опять-таки, плата за компактность. Еще больше ползунков и крутилок в этот корпус, конечно, можно было бы уместить, но пользоваться этим было бы практически нереально. Поэтому имеем, что имеем. И, наверное, самый все-таки такой весомый минус – это то, что этот пульт шумноват. Что я имею в виду? При определенном уровне громкости на фоне можно услышать такое легкое шипение. Но тут нужно заметить, что это шипение вы услышите, во-первых, скорее всего, если вы о нем знаете заранее, что оно есть. Во-вторых, если уровень громкости довольно велик. То есть, в принципе, в разумных пределах это проблемой не является. Для вот тех случаев, которые я описал выше. Для серьезной звукозаписи, конечно, это устройство не сильно подойдет. Какие-то демки записывать, в принципе, можно. Опять-таки, голос с инструментом. Просто если уж вы сильно увлекаетесь именно звукозаписью, то, наверное, нужно брать устройство посолиднее. Ну и тут мы переходим к вопросу о цене и где такие устройства вообще можно купить. Я его покупал за 3,5 тысячи рублей. Это уже по нынешнему курсу. В долларах он стоит около 70. Купить можно в любых, ну как в любых, практически в любых музыкальных магазинах. Где-то они есть в наличии, где-то нужно заказывать. Либо те же зарубежные магазины. Это тот же eBay, Amazon, ну либо просто заграничные музыкальные магазины, у которых есть доставка. На eBay вообще можно купить буш, но еще за меньшее деньги. Правда, там добавится доставка, скорее всего. И получится, что здесь в России, ну или в вашей стране, будет купить новый дешевле. Но конкретный магазин я оставить не могу, потому что где-то есть, где-то нет. Я просто в описании оставлю название модели. Погуглите, посмотрите, подходит он вам или нет. Потому что, да, это устройство не для всех. Я назвал довольно много вариантов, как его можно применить. Это далеко не все. Есть еще несколько задач, в которых он будет полезен. Но кому-то не нужна такая компактность, предположим. Есть много моделей аналогичных пультов, которые также подключаются по USB, но требуют при этом еще дополнительного питания. Притом они, как правило, больше. Там, больше входов, больше микрофонов или больше параллельных инструментов можно воткнуть. Есть модели, у которых реквалайзер более толковый. Ну, то есть, хотя бы есть еще регулировка средних частот. В общем, подобных моделей много. Посмотрите, может быть, вам вообще все-таки нужен отдельный здоровый пульт и отдельная хорошая звуковая карта. Я рассказал о том, что полезно было мне, чем я пользуюсь, чем я очень доволен. Надеюсь, вам было интересно. Может быть, кто-то вообще в этом пульте нашел гаджет, который идеально подходит под его нужды. Ну, мне вообще в стране приятнее от этого. На этом все. Теперь уже третья часть планшета совсем не за горами. Не обещаю, что прям в следующем выпуске. Но там будет уже тест планшета совместно с этим пультом. И как записывающая станция, еще несколько разных интересных тестов я придумал. В общем, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Тестов с планшетом, тестов с компьютерным железом. Вообще всяких гаджетов, просто связанных с компьютерной тематикой. Ну, и всего разного интересного. Рассказывайте друзьям, если вам здесь нравится. И до встречи в новых выпусках. Пока. Ну и вот, небольшой пример в живом действии Вот вы мне сейчас слышите 1, 2, 3, 1, 2, 3, микрофон подключен в пульт Пульт в камеру И, например, я могу просто прибавить громкость микрофона Говорю на одном уровне 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 И теперь убавить 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Надеюсь, что на тот же уровень вернув Потому что не запомнил Ну и, например, немножко поиграю с частотами Сейчас добавлю низких 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2 добавил максимум и сейчас уберу их минимум 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 низких теперь нету ну и сейчас верну в исходное положение 1 2 3 1 2 3 1 2 3 вот все как было изначально но то же самое с высокими прибавил на максимум 1 2 3 убавил на минимум 1 2 3 вернул в исходное положение ну ничего сверхъестественного но немножко голос подкорректировать можно если слишком бубнящий наоборот какой-то бархатистости хочется добавить в зависимости от микрофона конечно или слишком высокий звук слишком высоких частот много можно прибрать в общем ну как видите прикольно то что все это в реальном времени происходит можно не останавливать все это бесконечно крутить изменять громкость чувствительность частоты в общем довольно забавная штуковина